День с толком На Алтае пишут книгу об учителях. В нее войдут истории жителей о своих педагогах. Владимир Путин назначил нового заместителя руководителя Следственного комитета Алтайского края. В Барнауле начался первый фестиваль народных ремесел. Есть что посмотреть и чему научиться. Нашли виноватых за срыв августовской сессии Бийской гордумы. Местные единороссы наказали тех, кто не поддержал массовый демарш и не покинул заседание. Одного из народных избранников даже исключили из партии и указали, что причина – невыполнение обязанностей и дискредитация партии. Напомним, в августе председатель Бийской думы Сергей Ларейхин и часть фракции «Единой России» без объяснения причин покинули очередную думскую сессию. Перед вопросом о мандатах депутатов, допустивших нарушения в декларациях о доходах. По мнению единороссов, они вышли, так как у них не хватало голосов для принятия решения о сохранении мандатов. Самому председателю думы в качестве наказания всего лишь вынесли предупреждение. Владимир Путин назначил нового заместителя руководителя СУСК по Алтайскому краю. Им стал полковник юстиции Александр Безукладников. Ранее он занимал аналогичную должность в Еврейской автономной области. Известно, что ему 39 лет. С 1997 года проходил службу в органах внутренних дел на Дальнем Востоке в Следственном комитете с 2007 года. Женат, воспитывает дочь. Кстати, в Алтайском крае Безукладников занял должность, которая опустовала почти три года. Ранее пост первого заместителя руководителя СУСК по региону занимал Вячеслав Рощупкин, который уехал возглавлять Следственный комитет Хакасии еще в 2016 году. Звучит как название войны. Первая цифровая и последняя бумажная. Но речь о всероссийской переписи населения, которая пройдет в стране ровно через год, в октябре 2020. Информируют об этом жители края и всей страны уже сейчас, а также приводят в порядок адресное хозяйство. Устанавливают таблички на домах и подъездах, где раньше их не было. В Крае планируют привлечь около 4000 переписчиков. Стать им может любой желающий, если у него есть прописка и он владеет русским языком. Впервые на вопросы анкеты можно будет ответить через портал Госуслуг и специальное приложение. Но несмотря на это, переписчик постучится в каждый дом. Если жители воспользуются интернет-услугами, можно будет просто сообщить электронный код. Ожидается, что это упростит процесс. Появятся в анкетах и новые вопросы. По источникам дохода хотелось бы обратить внимание, что именно источники дохода, ни размер доходов, ни формально-неформально. То есть все возможные источники этой пенсии, стипендии просто нужно будет выбрать. Охватить планируют максимальное количество людей, в том числе без определенного места жительства. В этом поможет полиция. Сколько же в Алтайском крае проживает человек, узнаем к концу 2021 года. Во всей стране сегодня поздравляют учителей. В Барнауле молодых и заслуженных педагогов встречали на празднике в концертном зале «Сибирь». 19 учителей Алтайского края в профессиональный праздник получили по 200 тысяч рублей. Еще 57 педагогов по 50 тысяч. А в трех школах теперь сертификаты на автобусы и машины. Добавим, в край сейчас работает больше 20 тысяч педагогов. И в этом году про них пишут книгу под названием «Школа. Начало моих побед». Она будет состоять из истории жителей об их любимом учителе. До конца ноября свой рассказ можно оставить на сайте Краевого института развития образования. И там на этих страницах учителя начальных классов Алтайского края, предметники, тренеры, педагоги дополнительного образования. Все те люди, которые честно, самоотверженно, вдохновенно работали в разные годы в Алтайском крае и дарили счастье чувствовать себя особенным для каждого ребенка. К другим важным темам. Ольга Бузова кокетничала со зрителем во время Барнаульского концерта, собрав аншлаг. Спорткомплекс «Стемп» с трудом вместил всех поклонников творчества артистки. И сегодня я в Барнауле! За два часа выступления популярная певица успела исполнить свои хиты и пообщаться с публикой. Первая невеста страны даже нашла себе жениха. Зал просил Бузову остаться, на что Ольга ответила лишь при условии замужества с настоящим сибиряком. На призыв сразу же отреагировал бичанин Денис. Свадьба на сцене не состоялась, но певица надежды не теряла. Творчество артистки вызывает неоднозначные оценки, но популярность ее бесспорна. Уже несколько лет она один из самых успешных блогеров страны. Число ее подписчиков 16,5 миллионов человек, что, к примеру, больше населения Москвы. А между тем другие делают все возможное, чтобы сохранить русские традиции. Валяют, плетут, вышивают, режут из дерева. В Барнауле открылся первый межрегиональный фестиваль народных ремесел. Чему там можно научиться, расскажут сами умельцы. У каждой профессии, у каждого какого-то искусства есть какие-то свои нюансы, есть какие-то свои секреты. Вот эти секреты ни в интернете, нигде нету. А когда у мастера спрашиваешь, то он может сказать. Именно от этих секретов зависит потом целостность картины и удачное выполнение. Не жалко секреты свои выдавать? Я уже не в том возрасте, чтобы жалеть. На здоровье как-то влияет то, что вы постоянно вот так вот на нее дышите? Это очень полезно для здоровья. Для чего конкретно? Ну, знаете, это и для кишечника, и для кровообращения. Будет называться композиция «Белуха», говоришь. А почему именно такой персонаж? Ну, потому что мне так захотелось. Любите туристов? Да, очень. Почему он такой большой, с таким животом? Ну, вот в этом названии наверняка и заключается весь юмор. «Белуха», говоришь, вот, я все могу, я сейчас все преодолею. С таким маленьким рюкзачком, с таким кульком, да белуху возьму. Вот, как-то так. Как это называется? Плоскорельефная резьба по дереву, ручная работа. В основном на зверях специализируемся. Сложно резать такое? Ну да, не просто. Поначалу. Потом просто, но долго. Как вот считаете, надо чаще проводить по дому? Ну, конечно, конечно. Но вот дело в том, что вот если бы еще учеников со школы приводили, для молодежи, конечно, очень это было бы полезно. Приучить вот к этому только можно через вот эти выставки. Получилось, дай бог, хорошо. И тем более я со сцены обещал, что будем проводить не только юбилейный фестиваль, а каждый год, чтобы на гости и жители Алтайского края, и жители Барнаула каждый год приходили и радовались искусству, мастерам, то, что мы умеем делать. Фестиваль проходит сегодня и завтра на площадке «Город мастеров» в проспект Красноармейский, 14. Желающих ждут не только посмотреть и слушать, но и попробовать что-то сделать своими руками. А в воскресенье в Барнауле и пройдут соревнования по каникросу. Это эстафета, которую человек пробегает вместе со своей собакой. Участвовать могут как дети, так и взрослые. Собаки любых пород от 6 месяцев на детских трассах и от года на взрослых. За звание лучших бегунов будут бороться 8 команд. Они уже сформированы. Организатор забегов – приют «Ласка». Поболеть за хозяев и их питомцев приглашают всех желающих. Начало в 12 часов на лыжной базе «Динамо». Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей. Продолжение следует...